Наташа Махнёт. Приветствую, Виктор. Привет. Добрый вечер. Как в Санкт-Петербурге погода? Погода тёплая, где-то градусов три. Но обещают морозы. Но мы здесь ко всему готовы. Что вы хотели рассказать? Какие впечатления за последнее время, пока я вас не видел давно? Да, не то что за последнее время, а я бы хотел сейчас сконцентрироваться и рассказать за два года, которые мы с вами знакомы. За эти два года прошло у нас в Петербурге лично через наш центр около 600 человек. Что вы говорите? Да. И с каждым, ну, группы были, и эти группы, они прошли через ключ. И сегодня вот пришла новая группа, первая в феврале, это февральская, да. И, значит, две женщины, мы заговорили о потерях, у вас тоже была такая запись, когда люди теряют близких. И вот эти две женщины, особенно одна, она как услышала, просто зарделась и говорит, «Вы знаете, Виктор, я потерял вот буквально в этом месяце двоих человек. Но вы не представляете, как мне помог ключ, и как я, конечно, я переживала, конечно, мне было дискомфортно, ну, сами понимаете, когда теряешь близких. Но ключ помог уравновешенности, какой-то такой тихой грусти и спокойствия». В общем, она говорила минут пять-десять, рассказывала о своих вот, именно ключевых, как ключ воздействует на человека. Я про себя хочу сказать, что как я с ними стал совершенно по-другому работать. Я вот ухожу даже в поток какой-то, и вот эти сидят 10-15 человек, и у них просто, когда я приоткрываю глаза иногда, когда мы делаем те или иные упражнения, они смотрят на меня, как на инопланетянина. Они не понимают, куда они попали, ну, потому что первый раз людям по 70-80 лет, и мы начинаем работать с левым-правым полушарием, вы же представляете, это же что-то вообще неописуемое. И у них получается почти с первого раза уйти при разгрузке на ноль. Вот тебе и пожилые люди, вот тебе никогда с психологией вообще дела не имели. У меня инженеры, моряки, строители, уборщики, кто только нет. Ну, все профессии какие есть. Там никто интеллектом, есть, конечно, и журналисты, есть и писатели, есть и поэты, и музыканты, все есть. Но мне поражает, как простые люди в это въезжают и буквально получают результаты. Очень важно, Виктор, по ходу задать вопрос. Вот скажите, пожалуйста, они сами потом это могут делать, сами, без вас? Задача и стоит. За весь месяц они, значит, ключом два раза в неделю, это, значит, восемь занятий. За восемь занятий они, значит, синхрогимнастика владеют, разгрузкой владеют и перезагрузкой. Мало того, в конце месяца я им вручаю такую памятку, которую они должны делать каждый день. И потом, в следующие месяцы, у кого есть желание, они продолжают приходить ко мне. И это старое... Слушайте, я вам хочу сказать одну вещь. Я перебью, извините. По ходу, по ходу. Я позавчера смотрю, Греф выступает. Греф выступает, и он, значит, предлагает в своем Сбербанке, это, знаете где? Даосский форум. Да, да, да. Греф выступает и предлагает всем психотерапевта Курпатова, который с ним в Сбербанке работает. И Курпатов делает доклад, в котором он рассказывает, что век цифровизации, изменений всяких и так далее, очень важно знать, что пишут выдающиеся психологи, про то, как работает мозг, и рассказывает там про одного великого специалиста, он показывает это на слайдах, как работает мозг, и там три статусных состояния, и самое верхнее, которое необходимо вообще человеку для того, чтобы сохранять человеку способность мыслить и чувствовать, быть человеком и прочее, самая верхняя позиция на слайде, он называется дефолт работы мозга. Да, да, дефолт, и там такая пошла теория, и прочее, десятые он рассказывает, рассказывает, слушайте, интересно вот что, интересно то, что они приглашают там садхагуру, и там психотерапевт Курпатов обучает всех медитации, вы представляете, да? Ну что интересно, мне присылают, мне присылают письмо из нашей школы «Человек будущего», хомофатурас, присылает один из участников письмо, в котором учебное пособие по психотерапии под главным редакторством Курпатова, его отца Курпатова, который в Санкт-Петербурге главный психотерапевт, и там коллектив авторов, и он там главный редактор пособия, учебное пособие, официально признанное, и он там главный редактор, и там написано, что по методам саморегуляции наиболее простым и эффективным из всех является метод ключ. Так у нас в школе хомофатурас и будущего вот этот дефолт мозга, о котором Курпатов разговаривает, и ради чего они там в Сбербанке проводят медитацию и прочее, так это у нас и называется нулевое состояние, чему мы проще всего, быстрее всего и обучаем, без всяких медитаций и так далее. Причем мы обучаем их не только для того, чтобы выходить в состояние такой полупустоты в голове, когда дрейфуешь там от стресса там к творчеству переходишь, но чтобы человек сам научился это делать, делать за короткое время, в любой обстановке и потом доходить до минимального времени, чтобы быстро включать у себя, чем он не занимался. Не только для того, чтобы там восстанавливаться, потому что Курпатов говорит о том, что там восстанавливаться, его папа Курпатов говорил о медицине, а мы говорим о том, что использовать вот эту энергию стресса для любых интересующих тебя целей, хоть там творчеством заниматься, хоть готовиться к экзаменам, хоть готовиться там к важной встрече, ну вот это именно то самое состояние, которое Курпатов там на слайдах показывал, как выдающиеся там ученые международного уровня, там рисуют как дефолт мозга, такое мы, это для нас собственно говоря азбучная истина, с чего мы собственно начинаем. Слушайте, что для меня лично, какие открытия произошли, вы не представляете, что я стал делать сам лично с ними, я сейчас времени нету, мы занимаемся хороводами, мы занимаемся театральными играми, мы занимаемся танцотерапией, мы занимаемся ключом, мы занимаемся внутренней улыбкой, такой метод есть, значит, очень смешной, то есть каждый день расписан, и все это подчеркнуто рождение от ключа все идет, это все производное уже, то есть понимаете, они приходят сюда за новыми рефлексами в результате, они это вот все из жизни берут, все самое интересное, самое эмоциональное, то, что не прожили за всю свою жизнь, вспоминают и плачут и радуются, и оттуда выходят просто как из церкви, обновленные, и я так за них радуюсь, что я вижу результат мгновенный почти, представляете, это чудо какое-то. Да, и самое важное, в данном случае вы занимаетесь людьми, которым уже достаточно много лет. Да. Да, достаточно много лет, и что у них происходит в гормональном плане, они омолаживаются? Эта тема уже стала немножко отошла на второй план, потому что задачи уже немножко такие, глубже пошли, гораздо интереснее, это уже стало так, апропо, а самое интересное, это вот схода их расслабить, чтобы они почувствовали вкус к жизни. У меня вообще потрясающее достижение, это когда вот женщина вышла просто из депрессии 87 лет, и которая уже жить не хотела, уже все, но она упорно ходила, у нее ничего не получалось, но я прихожу к ней, ну что, нет, это не получается, и она просто, извините, меня задолбала, этим не получается, но я не психовал, я упорно, не то, что себя, она приходила, мы занимались, где-то через 2-3 месяца, я говорю, ну как, ты знаешь, да ничего, хорошо, ну что с вами происходит? да ничего не происходит, ну просто, знаете, Виктор, я захотела жить, я говорю, ничего себе, ничего не происходит, то есть, помимо всего прочего, хочет она или не хочет, делая синхрогимнастику, приходя, делая какие-то упражнения, даже неосознанно, вот тоже влияние на мозг пошло, все, она стала ходить на концерты, стала к нам приходить, то есть, жизнь развернулась, вот такие чудеса происходят. Замечательно, я просто счастлив, что наша школа работает. Да это просто не то слово, мало того, некоторые стали специально приходить, звонят, у вас есть ключ? Есть, ну вот мы придем, и надо же официально оформляться, иначе просто на ключ ты не придешь, надо получать там массаж, другие процедуры, физкультуру, там и так далее, ну так вот уже такие пошли, которые специально приходят на ключ. А это вот центр находится в структуре государственной, да? Да, совершенно верно, это значит Петроградский район, вот, метро Петроградская, бюджетная организация, и значит, еще Матвиенко открыла по всем районам города такие центры, с разными направлениями, опорно-двигательные, сердечно-сосудистые, ну и так далее, вот, ну и большие планы еще, понимаете, дело в том, что со мной лично происходят тоже потрясающие вещи, кроме того, что я вам перечислил, это все родил ключ, и еще, раньше я там все в загашник, но это потом, потом, потому что боялся, что, ну знаешь, будет истощение какое-то, что больше приходить не будет, все идеи закончатся, сейчас все это ушло, я ничего не держу, вот оно рождается, и самое главное, я это осуществляю, это не просто в прожектах, я сказал, будет танцетерапия, я разрабатываю эту систему, и танцетерапия происходит, не так, как приходила молоденькая девочка, показывала эту танцетерапию, извините, фигня все это, то, что показывают, они все на движениях, на физике это показывают, а мы углубляемся в станцетерапии при помощи музыки и ключа, именно достаем вот эти светлые, чистые моменты из жизни. Это, собственно говоря, то, что пытался Станиславский, но у него не всегда получалось объяснить, как это, когда он говорил актрисе одной, она говорит, я не понимаю, как мне быть убедительной в какой-то ситуации, если в этот момент рыбею. А он говорит, ну вы когда-то были в жизни убедительны? Она говорит, да, когда с мужем ругалась, вот, говорит, вы это, туда и перенесите, в эту плоскость. А как перенести? У него не было. А у вас теперь есть, вы можете, как вы сейчас рассказали, Виктор, вы сказали, у вас происходит, когда у ваших, как назвать их, подопечных, да, да, пациенты, обучаемых, да, они пользуются ключом, у них высветляется все то, что было в жизни, позитивное, включается, это как раз таки переносится потом в жизнь. Конечно, у них, наверное, образ жизни меняется при этом. Особенно мне нравятся ваши мысли и выражения вот эти доминанты, отрицательные, черные и белые, отрицательные и положительные. Так вот, мы при помощи этих упражнений мы увеличиваем вот эту доминанту больше света, больше положительного, и от этого они светлеют, это темное уходит от них. Мы нарабатываем их психикой, организмом, синхронизируем вот эту вот чистоту и свет. И это, ну, просто потрясающая система и техника, которую вы предлагаете. Результаты, ну, действительно, если йоги, вы правильно говорите, годами сидят и достигают результатов, то здесь за месяц просто, ну, вот, жалко, что не могу вам показать целый журнал, который люди пишут, свои впечатления, ну, для других, которые придут, что с ними происходит в реальной жизни. Вы знаете, Виктор, как бы мне хотелось, чтобы ваши слова, которые вы произносите, не показались для людей, которые не посвященные в это, какой-то рекламы, потому что там настолько, настолько позитивного в том, что вы говорите, что люди уже по шаблонам привыкают понимать такие вещи, как рекламу, вот, например, рекламу делает, там своему центру, своей школе, там методу своего, чтобы они так не подумали, потому что на самом деле те йоги и те вот основатели медитации, там основатели цигуна, там тысячи лет назад, когда они тоже что-то делали, и когда кто-то другому рассказывал, что там происходит, тоже думали, что реклама, а на самом деле там, на самом деле это всё происходит, и самое главное, я так рад, что мы коллеги, мы участвуем в нашей школе, и я так рад, что мы доносим, пытаемся донести до людей, что каждый человек, каждый человек, не будучи никаким йогом, никаким там, может сразу брать и пользоваться этими достижениями, самое главное, чтобы у людей открылись глаза, чтобы они начали понимать, что можно, не занимаясь йогой 20 лет, достигать тех же самых состояний, тех же самых просветлений, тех же самых вершин, наиболее простыми сегодняшними методами, да. Магомедович, я хочу сказать, коллектив, сотрудники, у нас 11 человек сотрудников, они тоже прошли через ключ, и вы не представляете, что с ними стало твориться, качество центра, изменилось мышление, изменилось подход к работе, изменилось занятие, они по-другому стали вести день и ночь, начальство это все замечает и отмечает и не может нарадоваться, потому что, ну, это вот как глоток воздуха, ну, просто все перевернулось, перевернулось, все перевернулось и изменилось подход к работе, они сейчас получают огромное удовольствие от своей работы, вы представляете, как вы говорите, еще за это деньги платят, вот это замечательно, вот это замечательно, я про эту рекламу вообще знать не знаю, не думаю, какая тут реклама с пожилыми людьми, я же не беру бизнесменов, понимаете, там как молодежь какую-то, деньги на этом зарабатываем, продвигаем их, чтобы у них получался бизнес, нет, простые бабушки и дедушки приходят и весь коллектив тоже возрастной, вот, отлично, отлично, да, и они просто это увидели, почувствовали, и что касается желаний, и что касается ставишь вопрос, получаешь ответ, все, что вы раньше говорили, может быть, это шло на второй план, у нас это никуда не уходит, это все время прорабатывается, получишь, отлично, спасибо, я очень горжусь дружбой нашей, я очень горжусь вами, потому что вы вот умеете это понимать и преподносить, ну, конечно, вы специалист высочайшего класса, ну, вот, ко мне часто приходят, пишут там, а могу ли я у вас научиться тоже быть специалистом, ну, во-первых, мы не каждого возьмем, через наш фильтр сначала должны поговорить, побеседовать в скайпе, выяснить, потому что сейчас психологи, она так модная, что все хотят быть психологами, все хотят и зарабатывать на этом, естественно, и общество находится в ситуации некоторой запутанности, сегодня нет ясного образа завтрашнего дня, и поэтому люди начинают помогать друг другу, это такая самоорганизация общества, всегда и вообще странно, так было в момент каких-то переходных периодов, я это хорошо понимаю, но я хочу, чтобы все, кто смотрит наше видео, и в школе, и вообще люди непосвященные понимали, одно дело, когда я или Виктор или наши специалисты обучаем человека для личного использования, а другое дело, когда мы обучаем как специалиста, это совершенно другой уровень, там совершенно другая технология обучения, это как школа и как институт, и поэтому, чтобы если выходит кто-то ко мне, например, обучиться как специалист, чтобы отдавали себе в этом отчет, что это не просто так, и не так просто легко, как Виктор рассказывает, бабушки, дедушки простыми действиями ключевыми выходят из таких тяжеленных состояний, становятся творческими и так далее, а обучиться как специалисту, это не так легко и просто, это надо все-таки быть немножко посерьезнее к этому относиться, и пожалуйста, те, которые в школе в нашей обучаются лично для себя, не старались быть моментально менторами для других людей, потому что если кому-то кажется, что он это освоил и легко собой регулирует, это не значит, что он уже может другим это все рекомендовать, но близким может помочь, там маме, папе, тете, брать на себя смело, учить других людей, не пройдя подготовку специальную, это конечно нельзя, вот это вот я хотел, чтобы все знали, с одной стороны это привлекательно, очень как бы просто, ну вот например, Виктор много труда на это кладет, чтобы обучать этих людей, поэтому специалисты, он как раз таки демонстрирует собой, вот сейчас я очень рад, что мой друг, мой коллега, я в Москве, он в Санкт-Петербурге, он в государственном учреждении, я нет, то есть по существу вот такой наш коллективный симбиоз, и самое главное, что первая часть школы, человек будущего, для всех открыта, бесплатная, а там уже второй, третий уровень, это уже другой вопрос, там и подготовка специалистов, и более глубокое постижение в этот самый метод, там, для того, чтобы на Олимпийских играх побеждать, или рисовать шедевры, это другой уровень, а вот так вот для всех ликбез против стресса, это вот как раз наша школа, и я счастлив, что Виктор участник нашей школы, и вот такой большой, отличный мастер, да, а еще почему это ему помогает, я знаю, потому что он не просто психолог, еще и актер, вот еще еще кто-то, еще кто-то, то есть разноплановый, разносторонний человек, и поэтому у него широкий масштаб мышления, это не просто как массажистом в центре каком-то там или еще чего-то, не-не-не, педагог по методу ключа должен быть масштабного мышления человек, конечно, я правильно говорю? Да, в заключении, Хосай Магомедович, я хочу поблагодарить вас, вы не представляете, что, какую работу, какое открытие вы сделали, потому что... что вы меня хвалите опять, ну, что вы меня хвалите, а то люди подумают так, что... Я не хвалю, я просто, я говорю это, потому что со мной произошли лично на своей шкуре все эти метаморфозы, вы понимаете, жизнь перевернулась, и у меня тоже вся лично, другое отношение к жизни, к красоте, к женщинам, к детям, к своим внукам, совсем все другое, понимаете, не то, что было год, два, три назад. Давайте мы с вами фильм сделаем. А я думаю, мы, если найдем режиссера какого-нибудь, уровня Бондарчука там или кого-то, который делает какой-то фильм, да, и мы могли бы туда вставиться, как маленький сюжет вставить, как Маринина в свое время в свой детектив «Призрак музыки» вставила несколько страниц про ключ, как мальчик Денис обучал там других людей. И очень многие, многие миллионы людей могли, читая «Детектив», пробовать эти приемы и научались этим приемам. Вот это удивительно, да? Сегодня вот этот хороший мне понравился фильм «Мечта». Это Федор Макаров наш сделал «Ключ к мечте», да? «Ключ к мечте». Да, ну, шикарно, шикарно. Но это сделано в те годы, а сейчас мы с ним думаем, с Федором, как новый сделать. И вот мы могли бы все вместе подумать и, может быть, найти продюсера какого-то, который бы взялся за это дело. Ведь это же, по существу, человек бы кино посмотрел, ну, на любую тему. Вот «Ключ к мечте»… И после этого вышел и научился управлять своем состоянии. «Ключ к мечте» тоже делает большое дело. Вот сегодня я им ставил этот ключ, мы посмотрели 25 минут, прошло 3 часа, пошли в зал делать практически полностью это. Но он, когда на это же действует, когда говорят про космонавтов, когда говорят про артистов, когда говорят и про простых людей, ага, у них получается, почему же у меня не получится. Как пример, ну, конечно, конечно. И мы пошли в зал сразу делать. Конечно, он влияет на… Как учебное пособие этого такое. Обязательно. Да, 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 я это понимаю, да. Вас тоже увидеть вживую, что не только я, вот, пожалуйста, оригинал, как говорится. Самое главное, чтобы зритель, который не посвященный, понял, что это не только психологическое, не только психотерапевтическое, не воздействие это, а именно учебный процесс, после которого он сам умеет управлять своим состоянием. Вот это главное. Вот это главное, что мы учим людей лучше регулировать свое состояние и включать внутренние резервы, ресурсы в нужный для себя момент. Вот это важно. Они уже такие хитрые, они стоят на остановке, автобуса нет 10-15 минут, они начинают заниматься ключом и уже с песней, с анекдотами входят в автобус. Не злые, не эти самые, там, ну, знаете, как ворчуны. Не как ворчуны, как будто ничего не происходит. Она отошла в сторонку и делает ключ. Вот они какие, понимаете, тоже на лету все хватают и это потрясающе. У нас лозунг, я им возвел в лозунг, нужно искать энергию. Все, энергия уходит, а энергия вся в ключе и в свободе. Правильно, правильно. Вот это замечательно. Вот это замечательно. Наше счастье, наша жизнь, энергия нашей жизни и продолжительности жизни внутри нас и когда мы умеем стресс, который сжирает нашу энергию, переводить в позитивное состояние, то, конечно, мы экономим внутреннюю энергию, потому что мы входим в такой драйв жизни, чувство радости от самого факта жизни. То, что вы говорите, потрясающе, просто потрясающе. Я сам готов записаться к вам в ученики в этой ситуации, потому что каждый специалист, владеющий ключом, это делает именно в своей манере. Вот вы в своей манере делаете, я готов очень большую часть там от вас перенять. Слушайте, каждое занятие неповторимое. Я не знаю, во-первых, что там будет. Да, план есть, я им говорю, итак, сегодня у нас будет синхрогимнастика, сегодня у нас будет там омоложение, план, но потом этот план уходит, или я забываю, уходим совершенно в другие дебри. То есть, каждое занятие, естественно, с продвижением, единственное, обязательно с продвижением, чтобы было что-то новое, потому что надо дойти успеть за 8 занятий до цели, чтобы у них получился результат. И настоятельно, естественно, прошу заниматься дома и все это продолжать. Ну, мы с вами можем всю ночь так говорить. Столько всего у нас делаем. Я вас видел, так что я очень рад вас увидеть. Мы ждем открытий, сейчас мы ждем открытий каждый в себе при помощи ключа. И он открывает, открывает все время новое и новое. Спасибо вам большое. Прошлая метафора. Ключ помогает открывать открытие в себе. Да. Это очень интересно. Не просто ключ в себе, а ключ к открытиям в себе. Да. Да. Спасибо, Виктор. Я вас обнимаю. Спасибо. Я надеюсь, вы в следующий раз не так через большой такой промежуток позвоните. Может быть, все-таки там через месяц, да, через месяц позвоните и расскажете, какие еще там дела у вас происходят. Хорошо. А вашему руководству города, Санкт-Петербурга, надо все-таки на ваш центр обратить внимание. Вы же в госструктуре. Я вам больше скажу. Такого сейчас центра нету в городе. Я думаю, даже нету в стране. Почему? госцентра нету. Я знаю. Я знаю. Потому что я объездил все районы в своем городе. Везде или поют, или танцуют, или рисуют, делают огромную работу. Но все равно такого нет. Узкопрофильный, узкопрофильный. Совершенно верно, да. На экскурсии. Санкт-Петербурга универсальный, универсальный, да. Я понял. Здесь, знаете, ключ открыл такой пласт, которого нету не то что в стране, я думаю, и в мире, не побоюсь сказать. И я им об этом говорю. Вы нигде этого не найдете. что в мире нету. Я точно знаю. Я точно знаю сто процентов, что в мире такого нету. А я сейчас тоже уверен, что такого точно нету. Я думаю, что они до этого дойдут, но через некоторое время. Через некоторое время. А пока наши люди, как правило, читают статьи о американских методах, там еще каких-то методах. Потому что, ну, у нас, как говорится, Запад и Восток, Россия между ними, и все время то в сторону Запада, то в сторону Востока, и все время переписывают свою историю заново, и так далее, и так далее. это уже маршрут совершенно другой истории. А об этом мы тоже потом когда-нибудь поговорим. Спасибо вам большое. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok